Порю где хочу, законом не запрещено. Вот такое выражение вейперов скоро может потерять свою актуальность. Государство начинает жестко контролировать состав жидкости для электронных сигарет. В Думе уже готовят соответствующие поправки о том, как может измениться жизнь вейперов, нам расскажет Валерий Рязанский, глава Комитета по социальной политике Совета Федерации. Валерий Владимирович, здравствуйте. Расскажите, как изменится жизнь курильщиков электронных сигарет после принятия этого законопроекта? Вот у меня в руках два законопроекта, на которые уже есть позитивное заключение правительственной комиссии, которые рассматривают проекты федеральных законов. Один проект федерального закона направлен на то, чтобы ввести в оборот вообще понятие электронных сигарет, так называемых электронных средств доставки никотина в организм человека. А второй закон касается рекламных ограничений на хождение этого вида курительных приспособлений, которые на сегодняшний день есть. Почему мы занялись этой проблемой? Дело в том, что на сегодняшний день компания, которая занимается производством табака, конечно, ощущает проблемы, связанные с бизнесом. Тот действующий на сегодняшний день закон об ограничениях табакокурения, он действительно начал давать свои результаты. Воздух стал чище, курильщиков становится меньше, людям, которые не курят, становится легче дышать. Слава Богу. Но теперь табачные компании, теряя бизнес, конечно, ищут способы, как найти другие средства доставки никотина. При этом используют на сегодняшний день еще отсутствие таких законов, которые регулируют приобретение оборотов и компонентов этих средств доставки. На сегодняшний день мы совершенно не знаем, что находится в этих смесях, какие компоненты туда добавляются, соответствует ли это маркировке безопасности и так далее. На сегодняшний день существует требование к производству даже таких безопидных вещей, как, например, конфеты. К ним есть требования. А здесь речь идет о производстве, потреблении, обороте достаточно серьезной продукции. На сегодняшний день мы должны, на мой взгляд, принять решение о том, как государство будет этот процесс регулировать. Является ли это средство доставки медикаментозными средствами для того, чтобы отбить охоту, отучить и так далее. Вот мы приглашаем к первому разговору и общественные организации, и медицинское сообщество к тому, чтобы начинать обсуждение этого, на мой взгляд, важного вопроса. Ну, как Вы считаете, какой орган власти будет заниматься проверкой этих наполнителей? Безопасно они для здоровья или нет? Это Министерство здравоохранения или кто еще? Скорее всего, это будет заниматься Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Причем, наверное, в равной степени. Росздравнадзор будет контролировать это на предмет того, что если там написано, что это является приспособлением или устройством, которое способствует отвлечению человека от курения, это, конечно, тема Росздравнадзора. Если это речь пойдет о свойствах безопасности по применяемым веществам, то это, конечно, проблема, связанная с Роспотребнадзором, с условием хранения, транспортировки, с условием продажи, в том числе, естественно, с соблюдением закона по ограничениях рекламы и, естественно, по местам пребывания, вернее, простите, местам применения такого рода, ну, курительных приспособлений. Детские площадки, спортивные сооружения. Я думаю, что надо исходить из того, что ограничения, связанные с общими принципами организации, вот ограничения курения, должны полномасштабно распространяться и на эти же изделия. Ну, ведь сейчас очень много ходит информации рекламного характера, и не только рекламного, что все вот эти приспособления, они безопасны, безопасны, это не никотин, и этим пользуются, активно курят в кафе, в ресторанах именно вот эти вот... Да, и создаются иллюзии, создаются иллюзии, да, что это, что совершенно вы правильно говорите, создаются иллюзии, что это безвредно. Во-первых, во-вторых, это помогает тем, кто решил бросить курить, помогает курить, бросить. И в-третьих, это, знаете, создаёт такой, ну, что называется, картинку вкусности, что это вкусно, безопасно, вкусно, это может быть модно, и так далее, и так далее. Но когда вам всыпят вот в эту смесь то, что потом сделает из вас зависимого человека, вот тогда наступит эта вот, что называется, картина дня. Поэтому я считаю, что не надо всё действовать только методом запрета, но государство должно чётко понимать, какие вещества, какие средства оборачиваются на рынке, вот такого рода приспособлений, курительных смесей, так же, как это было со спайсами. И если они не запрещены законом, пожалуйста, пусть они будут в обороте. Спасибо вам большое. Нельзя с вами не согласиться. Действительно, всё, что модно и вкусно, это не всегда безопасно. С нами на связи был и сенатор Валерий Рязанский. Ну что ж, в принципе, озабоченность российских сенаторов действительно можно понять. Всё больше несовершеннолетних тоже становится вейперами. А вот по данным Яндекса, за прошедший месяц, именно август, информацию об электронных сигаретах искали более одного миллиона раз. Чтобы лучше понять масштабы, представьте, это почти полторы тысячи запросов в час.